Всем огромный привет! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. В сегодняшнем видео я хотела бы с вами поговорить об уходе за лицом и показать хочу именно люксовые средства, которые я использую по уходу за своей кожей. Хочу сказать, что, конечно же, средства все очень дорогие, но они действительно работают. И если вы уже действительно решили покупать что-то из дорогого сегмента, то, возможно, это видео будет для вас полезным и вы сможете сделать правильный выбор в сторону того или иного средства. Начну я, пожалуй, с двух сывороток. Это такой продукт, мне кажется, уже незаменимый, если вам 30+, да, и если у вас проблемная кожа. Сыворотки, они имеют более такой целенаправленный эффект и каждая сыворотка несет в себе определенные функции. Поэтому сывороток, особенно если вам 30+, много не бывает. Поверьте, сыворотки, они работают очень хорошо и поддерживают кожу в лучшем состоянии. Поэтому у меня сывороток очень много, но я вот хочу отметить сейчас две. Это Сенсейшн Косметикс. Гиалуроновая кислота 100%. Уже можете видеть, что 1 треть использовала. Я очень экономно использую данные сыворотки. По чуть-чуть их наношу. Итак, что же делает гиалуроновая кислота? Думаю, уже многим известно, что она притягивает влагу, напитывает кожу изнутри. Все-таки более глубокие слои проникают и подтягивают кожу. Я люблю наносить ее с утра и она сразу делает такой лифтинг эффект. После нее уже наношу привычный крем свой дневной и потом делаю макияж. В общем, гиалуроновую кислоту я очень-очень рекомендую использовать. Следующая сыворотка используется чуть реже мною. Но она не менее любимая, потому что она борется с многими проблемами. Это пигментные пятна. Она тоже подтягивает кожу, снимает слой омертвевших клеточек. Если у вас возникают проблемы с постакне, также она хорошо справляется с этими проблемами. Наносите ее хорошо утром и вечером перед нанесением крема основного. И обязательно, конечно, используя эту сыворотку, нужно пользоваться SPF. Особенно сейчас, когда уже появилось у нас активное солнце. Гликолевая кислота отлично оказывает такой противовоспалительный эффект. Подтягивает кожу, отшелушивает сразу несовершенство. То есть, если у вас есть прыщики, она подсушивает. И максимально быстро обновление кожи идет и убирает пятнышки, покраснение и воспаление. В общем, тоже незаменимое средство, если вы страдаете какими-то высыпаниями, пигментацией. Поэтому у меня имеется в арсенале. Использую по надобности. И я использую обязательно после нее крем, потому что мне немножечко стягивает кожу. Следующее средство, о котором бы я хотела рассказать, это 3D-маска японского бренда Sheva Sedo. У меня вот целый наборчик. Здесь в наборе обычно идет 5 масок. Маска выглядит вот таким образом. Запечатана в отдельный пакет. Это 3D-маска, которая действительно очень хорошо ложится на кожу, прилегает плотно к носу, к подбородку, не упуская всех самых наших проблемных зон, которые нужно обязательно дополнительно увлажнить. Маска содержит наночастицы гиалуроновой кислоты, что, конечно же, очень важно для увлажнения нашей кожи. Подходит для всех возрастов, для всех типов кожи. В увлажнении нуждается любой тип кожи, любого возраста. И если вы видите, что ваша кожа как-то нехорошо реагирует на внешние факторы жизненные, то вперед увлажнение всегда нам поможет. Также маска содержит наночастицы коллагена, что позволяет кожу делать нашу упругой. Также эта маска работает из пигментации, предотвращает появление пигментных пятен и осветляет кожу. Эти маски также из люксового сегмента, стоят они недешево, но используя 1-2 раза в неделю, я использую 1 раз в неделю такие маски, действительно кожа становится очень сияющей, кожа становится увлажненной. И мне нравится результат, поэтому тоже если вы ищете что-то хорошее из японских масок, то могу вам посоветовать именно этот бренд. И так далее, мы уже переходим к основному уходу. И сделаю акцент на том, что эта весна моя кожа особенно капризна. Я не знаю в чем причина, но возможно, когда я совершаю перелеты, смену климата, кожа также говорит мне о том, что давай-ка ухаживай посерьезнее и получше. Поэтому сейчас у меня в уходе вот такая линейка, это новинка от Lancome. Я, во-первых, балдею просто от дизайна и такой очень летний, освежающий зеленый цвет. Очень-очень мне нравится. Я, конечно, визуал в этом плане стопроцентный и люблю, когда баночки из себя представляют нечто очень красивое и нежное, и яркое. Значит, но не в этом суть. Суть вообще в качестве самих продуктов. Очевидное влияние азиатских инноваций и очевидное влияние Лизы Элдридж на текстуры. В общем, это у меня лосьон, который я использую как тоник. Он очень классный. Во-первых, у него на вид довольно жирная текстура. Но нанося его просто на руки, либо на ватный диск, протирая лицо, никакой жирности нет. Есть отличное увлажнение. Если вы действительно сейчас чувствуете сухость кожи, то этот тоник сушить кожу точно не будет. Очень увлажняющие текстуры. Здесь направленность такая на максимальное увлажнение. Здесь водянистые основы. Второе средство также очень классное. И это такой, знаете, сыворотка-уход. То есть это и не крем, и не сыворотка, что-то среднее. Потому что для крема это довольно жидкая текстура. Но это линейка именно этим. И отличается от всех остальных. Она не похожа на другие линейки. В общем, вот такое вот средство на день. Могу сказать, что пока у меня кожа довольно сухая с переменой сезона. И я еще дополнительно наношу все-таки увлажняющий крем сверху. Потому что мне не хватает. Но я думаю, что летом будет вот так вот за глаза. Потому что легкая текстура. И это для комбинированной кожи просто идеальный вариант. Не будет ничего мешать коже. В общем, жирные текстуры, конечно, для лета не подходят. Еще одно средство. Вообще просто обалденная штука. Это ночная маска, которая на вид... Ой, как она пахнет. Мне пахнет прям зеленью, свежестью. Запах просто потрясающий. На вид она выглядит как белый крем. Но набирая она пальчик и нанося ее на кожу, она превращается прям в капельки воды. Настолько здесь огромное содержание воды в составе, что вот она моментально превращается в водичку. И очень легко распределяется по коже. Я очень люблю средства такого формата. Потому что зимой, хотела сказать, ночью лучше всего использовать вот такие вот ночные маски. Они максимально круто работают. И вот очень часто я сейчас вместо ночного крема стала использовать ночные маски. И утром просыпаешься так свеженько. Кожа выглядит. Так что я очень люблю такой формат ухода. А также есть у меня еще вот такая маска. Я, по-моему, о ней уже говорила в каких-то фаворитах. Это также маска от Lancome. Тоже такой ночной уход, который как бы в виде маски. Здесь уже маска выглядит в виде геля. И она также имеет очень легкую текстуру. Очень-очень мне нравится. Также свежесть кожи обеспечена на утро. Так что тоже люблю это средство. Из ночного ухода, раз я уже так пошла, по ночному уходу. Есть у меня остатки Biotherm Aquasers. Тоже отличное увлажнение. Но здесь уже на дне. Этот ночной крем я как раз чередую с ночными масками. Тогда отлично, мне кажется, результат получается. Что касается дневного ухода, то сейчас я с огромным удовольствием добиваю баночки Biotherm. И для меня прям вот идеальный уход дневной. Это серум дневной также, Aquasers. Уже тоже его тут на дне. Я очень люблю это средство. Отлично увлажняет, заряжает энергией кожу. Также под глаза остатки, очередные остатки ночного крема под глаза. Также Biotherm Aquasers. Отлично увлажняет. Мне очень нравится легкая текстура. И приятный, как для меня, такой травяной морской аромат. Очень мне нравится. Но осталось совсем немножко. Закончился у меня питательный крем розовый, тоже Aquasers. Я его добила. Вот у меня прям кожа просила. Была очень сухой. И сейчас как раз уже с приходом лета. Я думаю, что этот крем, именно вот этот, был бы тяжеловат. Поэтому он вовремя закончился. И я перешла на более легкую текстуру. Такую гелевую. И здесь у меня его, как раз, мне кажется, хватит на все лето. Так что нравится мне такая легкая текстура. Не будет утяжелять. Но одновременно он хорошо увлажняет комбинированную кожу. Так что такой вот мой легкий уход. Это уход именно люксовых брендов. У меня, естественно, есть еще очень много аптечной косметики. Я думаю, что также нужно будет сделать отдельное видео с аптечной косметикой. Потому что там средства направлены на защиту. И средства направлены на борьбу с пигментацией. Это то, чем я страдаю каждое лето. Я надеюсь, что видео было для вас полезным. Обязательно ставьте пальчик вверх, если вам понравилось видео. Если вы не подписались на мой канал, подписывайтесь. Мне будет очень приятно видеть вас со мной в других роликах. И мы увидимся с вами скоро. Всем пока-пока. Заглядывайте также на канал Ultimate Hair Russia. Там я рассказываю о том, как я использую масла для ухода за своими волосами. Я думаю, что вам будет интересно. Обязательно переходите по ссылочке.